Я такого еще не видела. Это, на мой взгляд, наивысший уровень очень тонкого обмана на Алиэкспресс. Смотрите внимательно до конца, вам понравится. Я всегда очень внимательно изучаю страницу с товаром, прежде чем совершу покупку. Первое, что я увидела сзади на страницу, это вот такое замечательное видео, где черным по белому сообщается, что колье изготовлено из нержавеющей стали и имеет 18-каратное покрытие золотом или под золото, это уже не важно. Я права? Или у вас сложилось другое впечатление? Кстати, на данный момент видео уже удалено. Но поскольку я человек опытный, а потому и недоверчивый, решила изучить страницу повнимательней. Открываю технические характеристики. Здесь вся информация лишь подтверждает увиденное в видео. Ожерелье изготовлено из металла или нержавеющей стали. Перешла в раздел с описанием товара. И вижу вот такое фото с информацией о продукте. И у меня опять сложился положительный пазл с видео о товаре. Зашла в раздел с отзывами. На тот момент их было немного, но все они были с фото украшений и восторженными отзывами покупательниц. И в завершение всего проверила продавца через приложение АлиРадар. Результат меня устроил. Купила. И вот, держу его в руках и понимаю, что меня жестоко обманули. Ну, то, что ожарили легкое, это ладно. Металлические бусины могут быть пустотелами. Но вот ощущение, что я в руках держу украшения из пластика, очень отчетливое. Из металла здесь только удлиняющая цепочка. Осознаю, что буду принципиально открывать спор, а значит, нужны неопровержимые доказательства. Пришлось прибегнуть в этой ситуации к грубой мужской силе. Бусина раскололась. И посмотрите, что у нее внутри. Пластик, без сомнения. Но это еще нужно доказать. Бусина загорелась. Даже черный дым от нее поднялся. Думала, у китайцев теперь не будет сомнения по поводу качества так называемой нержавеющей стали. Прикрепила фото и видео на страницу спора и начала ждать ответ продавца. И каково было мое удивление, когда продавец ответил, что их изображения и видео правильные. А материал изготовления нержавеющая сталь. Внимание, ну вот только речь идет здесь не о бусинах, а об удлиняющей цепочке, которая изготовлена из нержавеющей стали. И приложил к спору вот такое фото. А теперь давайте сравним с фото на странице товара. Видите, здесь есть небольшой нюанс. На странице товара нет надписи, что только удлиняющая цепочка из нержавеющей стали. А напротив бусин стоит аббревиатура CCB со стрелкой. Я тогда для себя решила, что это какой-то вид или метод покрытия золотом. А оказывается, CCB это материал, из которых они изготовлены. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал о материале изготовления украшений CCB? Это для кого информация? Для химиков или для производителей бусин? Естественно, я все это высказала продавцу и нажала кнопку для привлечения Алиэкспресс, а вернее ее сотрудников, к этому спору. Продавец мне что-то еще писал, но я уже не читала. Моему возмущению не было предела. Ладно бы признал ошибку, что информация на сайте некорректная и вводящая в заблуждение. А он ведь доказывает, что прав. В общем, для меня все обошлось хорошо. Алиэкспресс закрыл спор в мою пользу, но неприятный осадок остался. Вот как после этого доверять прочитанному на сайте? Кстати, продавец изменил информацию на своей странице, но то, что бусины пластиковые, так и не указал. Только картинка с информацией о CCB. Поэтому будьте внимательны и тщательно изучайте товар, который хотите купить. Если мое видео оказалось полезным, пожалуйста, поддержите меня лайком или комментарием. Всем удачного шопинга и качественных покупок!